Японская катастрофа Это уже было потом И началось с падения фондового индекса В самой Японии, естественно, Никей Он потянул за собой другие мировые индексы Тоже значительное падение За ними цены на основные товары, нефть И так далее Игорь Иванов, наш экономический обозреватель Поможет нам сейчас объяснить, что происходит Да, здравствуйте Один из самых забавных вопросов В связи с этим Может быть что-то забавное Это почему, когда все падает Курс иены, собственно, стоит И даже, может быть, немножко подрастает Сейчас даже есть мнение, что От роста иену сдерживает Японский же центральный банк Собственно, здесь стоит Сказать вот такую интересную операцию Японская иена считается базовой валютой Для операции так называемой Carry Trade Что это такое? В Японии очень-очень низкие процентные ставки Поэтому очень выгодно занятие в иенах Под небольшой процент И вот, допустим, с миллиона Отдать 10 тысяч через год И вложить в другую валюту Не важно, что это будет Рубли, доллар или что-то еще Практически везде ставки выше Доходы выше Мы зарабатываем, условно говоря, 20 тысяч И вот на разность 20 получили, 10 отдали И живем И что происходит, когда происходит нестабильность И падают в цене акции по всему миру Инвесторы закрывают позиции Подают акции И, собственно, возвращают деньги в иену И закрывают Погашают кредит в иену Поэтому в моменты нестабильности в мире Когда все падает И непонятно, что будет дальше В иене всегда все хорошо Да, потому что в иену возвращаются спекулянты Которые, ну, вот, работают по такому роду механизму Но это же не означает, что японская экономика в порядке Правильно вы этим понимаете? Нет, но есть такой парадокс Что даже когда вот сейчас Когда в японской экономике Когда все в Японии в целом все ужасно Японская иена, она как бы стоит твердо И, вероятнее всего, она будет стоять твердо и дальше А японская иена это единственная валюта Которая по такой схеме работает? Или есть еще такие стабильные? Японская иена основная Используется в периоды Ко низкие ставки там И американский доллар в нем Естественно, ну, вот это называется Фондируется, когда берут кредит В одной валюте и выступают в другую Просто потому, что основные спекулянты США И если у них есть возможность взять кредит в долларах Они предпочитают его в долларах, естественно, брать И, в принципе, насколько я слышал И швейцарский франк тоже используется в этом качестве Поэтому это абсолютно естественная история Что сегодня падает? Сегодня падают, конечно, сырьевые валюты Все по всему миру валятся Это Австралия, Канада Ну, а с рублем все даже, может быть, не так печально Потому что там теряют там по проценту По полтора-два с начала японского кризиса Здорово отлично Фондовый индекс? Нет, именно валюты Потому что не только рубль Ну, индексы валятся сегодня широким фронтом Всюду Сейчас открылась Америка Тоже негатив Минус 2% Для Америки это очень много Не так много, как Япония Которая потеряла сегодня 10 Но это, в принципе, такая Можно сказать, катастрофа Если помните, когда сдувался пузырь Насдак То он потерял за день от 50 Игорь, а скажи, это падение Ну, вот, я вот уже вычитал такой термин Не-Jerk Reaction То есть, когда по коленке бьют Она всегда автоматическая реакция рынков мировых На что они при этом автоматически реагируют? Они реагируют на размер японской экономики Или они реагируют на, например, очевидные проблемы с поставками Ну, все-таки мировые, крупнейшие мировые фирмы Технологические автомобильные концерны Все находятся в Японии И очевидно, что это приводит сбою к потреблению Во всем мире Или в этом вообще нет разницы? Ну, как сырье падает По этой причине, естественно Потому что Япония, как покупатель Выблала на неопределенный срок Ну, так, по большому счету Вот, а падают и... А как поставщик? Ну, и как поставщик, вероятно, тоже Потому что никто не знает, когда в Японии откроются заводы Все нормально Ну, там нет электричества Прямо сложно работать с заводом О чем вы говорите, если там не могут даже до сих пор людей похоронить? Ну, какие поставки могут? Да, и это правда Вот Ну, и, собственно, на фондовых рынках В момент, когда все начинает валиться Там есть такая вещь, которая автоматически Или полуавтоматически выстраивается Ну, то есть, смотрите, я купил каких-то акций И у меня почти всегда есть так называемый стоп-лосс Это уровень цены, при достижении которой я автоматически или полуавтоматически подаю свои акции, свои позиции, чтобы не потерять много и не потерять все И когда начинает массово срабатывать стоп-лоссы, все это валится с ужасной скоростью и, собственно... Ну, вот, мировая экономика находится уже в этой стадии или еще нет? Ну, в Японии определенно да А что будет в мире, покажут события в ближайших дней Уже сейчас многие говорят о том, что это очень похоже на сентябрь 2008 года Пошли такие разговоры с сентябрь 2008 года, что произошло... Имеется в виду не Япония, а уже мир в целом Мир в целом, когда обанкотился банк Лимон Бразерс Да, да, мы помним эту историю Это вызвало волну паники, закрытие позиций, стоп-лоссы, маржин-колы Пошло-поехало, и мир погрузился в кризис Но это негативный сценарий, но, возможно, и позитивный сценарий Ну, дай-то бог Конечно, с точки зрения нашего благосостояния Было бы здорово, чтобы мир не скатился в еще один кризис И пока все выглядит так, что, наверное, этого не будет Но уже пошли разговоры о том, что то, что сегодня Похоже на то, что было тогда Спасибо, Игорь Иванов Об экономических последствиях катастрофы в Японии Дождь Оптимистик Чаннел Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз Континент ТВ В ваших айфон и айпад И на сайте tvrain.ru